Здравствуйте! Наверное, впервые я пишу, прям когда солнце сильно-сильно светит на меня, но одеваться мне некуда, спрятаться мне некуда, да и вообще на солнышке сейчас хорошо и тепло, потому что уже осень. И да, у нас сейчас октябрь 2021 года, а колонку Marshall Kilburn 2 я приобрел примерно в мае 2020 года, то есть она у меня уже достаточно давно. Я вам обещал про неё снять полноценный обзор в сравнении с другими колонками, но по каким-то непонятным причинам у меня этого обзора так и не случилось, то есть его по-прежнему нет на канале. Сейчас постараюсь это исправить, постараюсь исправить и вообще рассказать свои отношения к колонке Marshall Kilburn 2, отношения к другим акустикам, то есть что можно рассмотреть как вариант к приобретению вместо неё и по каким причинам вообще можно было бы купить именно Marshall Kilburn 2. Изначально, когда я купил эту колонку, звучание оставило какой-то неоднозначный момент, то есть неоднозначное ощущение, извините, оговорился. В чем была неоднозначность? С одной стороны здесь качественный звук, хорошая проработка высоких частот, очень открыто звучит вокал, то есть вот голоса, они прям такие открытые, ясные, детальные и звучат натурально. Что сразу же я подметил, это то, что не хватает какой-то мощности в низких частотах. С одной стороны здесь есть бас, он такой достаточно упругий, достаточно плотный, но не хватает глубины этого баса. Мы с вами привыкли сейчас в современных композициях слышать, что бас, он такой как бы объемный, глубокий, очень большую часть музыкальной композиции он вообще отхватывает, то есть есть такие как бы песни, треки, где если у вас не слышно бас, то вы в принципе не слышите полноценную эту музыку, как будто бы у вас вот половину ее обрезали, вы слышите там только лишь средние и высокие частоты, а при этом бас в этом треке создает почти всю музыкальную сцену, почти всю тему как бы держит. И вот в этом случае Marshall Killman 2 будет немножко неполноценно отрабатывать этот звук. А если же мы с вами вернемся к музыке, которая такая более классическая, более привычная, где у нас инструменты, либо же вообще прям вот живые, то есть гитара, пианино, голос, барабаны, то в этом случае вы будете из Marshall слышать хороший звук, хороший, правильный, наверное, даже звук, не приукрашенный какими-то современностями и не приукрашенный каким-то излишним басом. То есть для такой музыки эта колонка, наверное, будет вообще в лучшем случае чуть ли не идеальным выбором среди портативных именно вариантов. Вот. А если все-таки современная музыка, то слегка нам будет не хватать именно баса. Это первый момент. Второй момент касается немножечко, скажем так, узкого звучания в этой колонке. Есть такое понятие, как ширина сцены, ширина музыкальной сцены. Давайте условно так сейчас пофантазируем и представим, да, когда мы с вами слушаем музыку, мы можем представить, что вот у нас, допустим, гитара играет здесь, саксофон у нас расположился здесь. Также мы с вами слышим звучание, допустим, барабанщика, он где-то ближе к центру ориентирован. И вы вот погружаетесь в это музыкальное представление и наслаждаетесь музыкой. Колонки со стереоэффектом, расставленные по краям, обычно нам это всегда дают. Даже вот более компактные портативные колонки нам тоже могут дать ощущение вот этой вот ширины сцены. Колонка Marshall Killbent 2, к сожалению, этой шириной сцены вообще не обладает. Она вот как будто бы всех этих же самых музыкантов загнала в маленькую комнатушку и заставляет их там играть. И они вроде бы вам играют в ту же самую музыку, но как-то скромно и как-то из одной точки. И вы не ощущаете вот это вот волшебство от музыки, которое можно ощутить из других портативных колонок. Вот, наверное, такое звучание в первую очередь мне хочется описать в колонке Marshall. С одной стороны, качественно и детально, а с другой стороны, немножко не соответствует цене. На минутку, на данный момент эта колонка по-прежнему держится в цене в районе 20 тысяч рублей. И если честно, лично я считаю, что эта цена сильно, очень сильно завышена для этой колонки. Дам подсказку, ее можно приобрести там на Авито или, например, на Алиэкспресс. Она есть за 15-16 тысяч рублей. Наверное, это более адекватные цены для нее. И то все равно много. Давайте-ка немножечко переместимся сейчас к конкурентам и поговорим. Что бы я вообще мог предложить как вариант взамен? В первую очередь, если мы с вами по каким-то необъяснимым причинам ищем именно портативную акустику и для дома, то в этом случае, лично, мне больше нравится Sony XB43. Но, однако, это тоже не для всех. То есть, не каждому понравится звучание в Sony XB43. Почему нравится мне звук в Sony? Мне нравится, потому что здесь есть довольно-таки такой мягкий и очень-очень большой бас. То есть, колонка Sony XB43 по низким частотам, наверное, играет лучше всех колонок, которые сейчас представлены на столе. При этом она обладает достаточно широкой музыкальной сценой. И еще один момент, который лично я ценю в колонке XB43, это то, что у нее средние частоты, они не выпячиваются, они не выходят на передний план, они не перекрывают всю музыкальную композицию. Голос находится там, где нужно. И за счет вот именно правильной расстановки средних частот в Sony XB43, это позволяет вам услышать всю музыкальную композицию. И какие-то призвуки по другим музыкальным инструментам, которые немножечко заходят в среднечастотный диапазон, где мы можем также слышать и голоса. Очень круто раскрывается бас, причем бас раскрывается именно в глубину, именно в мягкость звучания. То есть, Sony XB43 слушаешь и как будто бы погружаешься в музыку прям по-настоящему. При этом звучание у нее очень мягкое и оно не напрягает, оно не отторгает. Однако есть небольшой недостаток, который я ругал прям в самом начале, когда эту колонку приобрел. Причем это не один недостаток. Первый, наверное, недостаток, за который я поругал XB43, это то, что для портативного варианта она слишком тяжелая, и поэтому ее волей-неволей приписываешь только лишь к домашнему применению. На улицу такую штуку весом в 3 килограмма таскать неинтересно, совершенно неинтересно. А вот для дома все вроде бы хорошо, как я описал, но есть недостаток по высоким частотам. Вызывается, точнее, то, что слышу я по высоким частотам, это то, что там есть грязь. Причем это явно не из-за того, что тут какие-то низкокачественные твиттеры. Явно твиттеры здесь используются, как и в других колонках, хорошие, достаточно качественные. Но, но, есть какая-то грязь, которая, скорее всего, появляется в процессах кодирования, получения, воспроизведения музыки. Я не знаю, вот у нас же по Bluetooth музыка передается с нашего смартфона сюда, и, соответственно, потом здесь процессором это все обрабатывается и передается уже импульсом на динамике, чтобы вы это все слышали. Видимо, в этих каких-то процессах создается какая-то грязь, и звучание очень грязное. Особенно, если вы возьмете несколько колонок Sony, подключите их в стереопару, там, или просто в, как же у них, пати-чейн называется. В этом случае эта грязь усиливается еще просто в несколько раз, и когда две колонки Sony звучат соединенные между собой, это просто ужас по высоким частотам, там просто каша. Когда колонка одна играет, каши нет, но при этом немножечко звук по высоким частотам грязноватый. Однако, я вам скажу, что очень-очень многие этого не слышат. Это просто обратите внимание те, кто крайне капризен к высокочастотному звучанию. Если эти моменты отбросить, то, что она тяжелая и что слегка грязновато в высоких частотах, то во всем остальном для дома эта акустика хороша. Но сразу же вам скажу, что для дома, в первую очередь, я рекомендую акустику именно домашнего исполнения, которое включается в электрическую сеть. Сейчас Edifier, например, воспроизводит хорошие качественные колонки, которые стоят, в принципе, до 15 тысяч рублей. Там можно купить просто шикарную по звуку акустику. Там будет вам и Bluetooth, то есть вы сможете подключаться с вашего же смартфона к этой акустике и получите звучание, которое в разы, просто в разы круче, чем любая из этих колонок. Но только лишь одно, привязка к электрической точке, то есть нужно питание в 220 вольт. Если же вам по каким-то определенным причинам нужна портативная акустика, то мы возвращаемся к нашим портативным вариантам. Для дома Sony XB43, как я сказал, лично, на мой взгляд, совсем не подходящая из-за веса в первую очередь. Ну и вообще она как бы неудобная в руке. Почему-то у нее как-то не предусмотрено, чтобы она легко лежала в руке. Лично в моей руке она пытается все время выскользнуть. Это реальность. Следующая колонка это JBL Xtreme 3. Колонка, которая полюбилась многим, многие ее хвалят, многие ее любят. Вот. Я вам могу сказать так. Для уличного использования среди колонок именно крупного размера, то есть не среднего размера, а более крупного размера, Xtreme 3, пожалуй, одна из самых лучших по качеству звука, по проработанности звука. Но не для дома. Для улицы у этой колонки все здорово. Очень круто и громко играет средние частоты. То есть вы будете слышать, что поют в композиции. Во-вторых, достаточно резкое звучание по высоким частотам. Для уличного исполнения это тоже очень хорошо, потому что на улице много, много разных шумов. И чем более такой резкий звук, тем он проще для вас воспринимается. То есть тем более отчетливо вы его слышите. Вот в Xtreme 3 именно это и есть. Также довольно-таки плотный и собранный диапазон в низких частотах. То есть низкие частоты вы тоже будете слышать, наверное, полноценно в этой акустике на улице. Вот. И момент, почему мне не нравится эта акустика для дома. Это я вам сейчас объясню касательно вот моего личного музыкального восприятия. Однако слушайте мои слова и воспринимайте их через вашу любовь к музыке. То есть то, что я говорю, что Xtreme 3 лично мне дома не нравится, это не значит, что она и вам для дома не подойдет. Если вы любите те моменты, которые я озвучил сейчас, то есть более такое резкое звучание и больше акцент на средних частотах, то вам эта акустика понравится и дома, если вы любите такое звучание. А вот мне же как раз-таки именно по этим причинам она дома не нравится, потому что звук очень резкий. Он для меня такой слегка отторгающий и утомляющий. Как бы колонку слышишь, все круто слышится, но колонка как будто бы тебя утомляет своим звучанием. Вот именно из-за резкости звука и из-за того, что она мне не позволяет в полноте слышать всю музыкальную композицию. Потому что голос у нее идет на первом месте. Голос как будто бы вот самая основная часть, а потом уже вся остальная музыка. У Sony как раз-таки все наоборот. Музыка, она у нас идет впереди, и голос это как единая часть музыкальной композиции. Поэтому для дома это для улицы. Лично я могу себе позволить, да, потому что я занимаюсь обзорами, у меня все эти колонки остаются для того, чтобы я вам в дальнейшем мог сравнивать их друг с другом. Поэтому я могу себе позволить одну колонку слушать дома, другую же на улицу. Переходим к следующему варианту и конкуренту для всех этих уличных портативных колонок в размере чуть больше среднего. Это Anker Soundcore Rave Neo. Колонка, которая среди всех стоит всего лишь 8000 рублей. Говорят, что в ДНС она какое-то время вообще продавалась за 6000 рублей. Это просто сказка для этой колонки. 8000 рублей это акустика, которая достаточно громко играет. У нее тоже вполне себе качественное звучание. Кстати, я говорил или не говорил, по качеству звука, по частоте у нас только лишь Marshall Cubion 2 будет хороша. Все остальные имеют какие-то недостатки по именно качеству звука. То есть имеют какие-то призвуки, где-то неровности в звуке, слишком резкую середину, слишком резкие высокие частоты. Во всем остальном, вот именно в этих моментах, как раз таки все колонки немножечко грешат. Cubion 2 у нас в этом лучше, значительно лучше звучит, именно по качеству звука. Так, возвращаюсь к Anker колонке. Anker Soundcore Rave Neo я рекомендую, наверное, большинству к приобретению. Почему? Потому что действительно низкая стоимость, а при этом по самому звуку эта колонка очень и очень близко подкрылась к JBL Xtreme 3. По звуку она прям близка-близка, она и наступает действительно на пятки. Если мы будем с вами говорить в абсолюте, то, конечно же, Xtreme 3 у нас будет несколько лучше, чем Anker Soundcore Rave Neo. Но, извините, разрыв в цене в два раза, а колонка отстает прям вот капельку-капельку от нее. При этом и громкость у нее сравнима, и все вроде бы по звуку сравнимо. Недостаток и уступающие моменты по звуку это то, что в Anker Soundcore Rave Neo немного не такой глубокий бас, он действительно не глубокий. В колонку явно установили хорошие качественные динамики, и слышно, что там есть этот глубокий бас. Но из-за слишком компактного корпуса, из-за слишком маленького размера низкие частоты просто не раскрываются. Вот, наверное, это единственный просчет у инженеров Anker. Если бы они дали этой колонке более широкий корпус, то колонка явно бы играла лучше. Потому что, говорю, когда колонку служишь рядышком, то эти низкие частоты прям вот глубокие-глубокие. Они вас слышны. Но маленький корпус не дает этим низким частотам раскрыться и звучать достаточно громко. Так же, что в этой колонке еще плюс? У нее хорошая автономность, есть подсветка, то есть она у нас будет сиять достаточно красиво и симпатично. По каким-то техническим характеристикам она сильно не отстает от других. Единственный момент это то, что эта колонка у нас моно, она у нас не стерео. Если там у нас стереозвук, то здесь у нас монозвук. Но, по-прежнему, говорю, из-за того, что она очень близка к конкурентам, а стоит значительно дешевле, я рекомендую ее в первую очередь к рассмотрению, к приобретению. Но, наверное, остался открытый вопрос. Почему же я тогда себе эту колонку оставил, раз мне по звучанию она не совсем подходит? Я ее дома включаю очень-очень-очень редко. Не то чтобы дома, а вообще, наверное, это одна из самых редко включаемых колонок лично у меня. Как раз таки потому, что мне не хватает широкого звучания, мне не хватает какого-то приятного музыкального охвата в этой колонке. Sony XB43 наоборот у меня стала сейчас звучать дома чаще, чем другие колонки. Ну, потому что спустя некоторое время я сравнил ее со всеми, да, и просто стал значительно реже включать свою домашнюю систему музыкальную, а Sony XB43 поэтому стала звучать чаще. А вот Marshall Killbent 2 достаю, послушаю, и понимаю, что она у меня осталась только по одной причине, потому что я занимаюсь обзорами на портативные колонки, да, и мне нужно оставлять у себя колонки для того, чтобы я вам мог в будущем делать сравнение именно прослушивая эти колонки. Они говорят, что вот два года назад у меня была Marshall Killbent 2, она мне не понравилась, а новая прям вообще классная. Может быть нам Killbent 3 представят, она будет ни каплю не лучше, чем Killbent 2. Я буду по какой-то памяти вам рассказывать то, что на самом деле не является правдой. Поэтому эту колонку я оставил, так как я занимаюсь обзорами, и в будущем буду для вас делать сравнение этой акустики с чем-то новым. Вот, и на самом деле сейчас вы видите, да, все колонки, которые передо мной стоят, и хотелось бы от вас узнать, с какой из представленных вы хотите сравнение Marshall Killbent 2. То есть вот именно сравнение звука, с какой из этих колонок вам записать. Можно еще к этим добавить, наверное, Anker Soundcore Motion Boom колонку, которая тоже стоит недорого, и она, конечно же, уступает всем им, но вдруг вы хотите сравнение именно с нею, давайте сделаем с нею. Пишите в комментариях, с какой колонкой вы хотите сравнение. Также, как вариант для сравнения, можно представить это JBL Charge 5. Ну, просто потому, что будет интересно, да, большая колонка против маленькой колонки, как они будут звучать. Поэтому отписываемся в комментариях, что хотите вы. Постараюсь снять. Очень, честно говорю, постараюсь снять. Вот, на данный момент я с вами прощаюсь, желаю вам хорошей, правильной покупки и до новых встреч. Всем пока!